Наверное, самый главный вопрос, какое значение имеет этот антифорум? Мы же понимаем с вами, что за информационными технологиями это будущее. То есть в любом случае нравится кому-то, это не нравится. Хотя я понимаю, что у нас еще у многих людей по ментальности, они привыкли работать с бумагами, привыкли ходить везде ногами. Но я думаю, 5-10 лет пройдет, и мы с вами, в принципе, уже перейдем в объекте информационных технологий. Уже мы не уйдем от бумаг, я абсолютно в этом уверен. К сожалению, наверное, будет меньше у нас и печатных средств массовой информации, и все услуги государственные, муниципальные, я все-таки надеюсь, у нас окончательно перейдут в электронный вид. Поэтому в любом случае мы должны к этому идти, в первую очередь, я считаю, своими мозгами. Мы должны минимально зависеть от тех продуктов, которые, к сожалению, мы вынуждены покупать за границей, потом зависеть от этого обслуживания технического, а такие площадки, которые мы с вами наблюдаем сегодня, они позволяют нам открыть тех молодых ребят, тех людей, которые могут эти продукты создавать. То есть мы специально в этот раз пошли по формату открытой повестки. То есть мы не задавали какие-то темы, мы предложили на борт участникам, чтобы они темы задали сами. Сами задают темы, сами их обсуждают, и сами приходят к каким-то решениям, предложениям, поискам контактов. Вот поэтому я абсолютно убежден, что чем больше мы будем проводить вот таких форумов, тем больше мы будем с вами выявлять вот этих молодых, талантных ребят, которым нужна только помощь и минимальная поддержка на старте, которые в оконцовке, может, у нас будут здесь свои, билгейцы, да, свои тимгуки. Россия всегда славилась мозгами, поэтому наша задача только найти ее. Иван Валерьевич, какое место IT занимает его в вашей жизни в Санкт-Петербурге, и какие задачи ставит Валерий Павленовича, шансов по развитию вот этой истории? Ну, что касается меня, честно скажу, я бы, наверное, скоро уже начал сам с собой бороться, чтобы они занимали поменьше. Потому что, к сожалению, ходишь с этим телефоном и становишься в определенной степени, как наркозависимой от него, потому что вся почта в нем, вся переписка в нем, весь документооборот в нем, вся аналитика в нем, поэтому, к сожалению, гаджет становится, знаете, такой частью, которая уже, если его нет под руками, уже начинаешь ощущать, как будто что-то потерял. Вот, что касается правительства и губернатора, но здесь нам еще предстает довольно много работы и по переходу на полный документооборот в электронном виде, потому что, чего греха таить, конечно, мы, к сожалению, там носим эти тонны макулатуры между этажами, с тем же законодательным собранием постоянно идет обмен в виде бумаг, хотя, конечно, уже давным-давно от этого все отошли. То есть я работал в Пермском крае, когда, то есть там, они немножко нас опережали именно по документообороту внутри. Но ничего страшного, мы все это делаем нагонем, и те задачи, которые на сегодняшний день сформулировал губернатор, я думаю, что там в ближайшие 2-3 года тоже выполнены. Вы исчерпали на обороте экспозиции, что-то можете выделить? Вы знаете, есть очень интересные вещи, в частности, меня заинтересовало предложение, которое озвучили коллеги по внедрению так называемых комплексов, по отслеживанию наркотической зависимости у школьников. То есть это система, которая будет представлять собой турникет школьников, будут выданы определенные карточки, и каждый раз, заходя в школу, они же как бы регистрируются, и вообще правильно. То есть у нас в системе безопасных школьников вообще раньше это рассматривали, чтобы мы понимали, пришел школьник в школу, не пришел. Попутно мы еще будем за счет проведения определенных химических анализов с рук понимать, то есть употребляет наркотическое вещество школьник и не употребляет. Это же очень важно, чтобы нам поймать на раннем этапе вот эту зависимость. Поэтому, на мой взгляд, очень интересное предложение, мы договорились с коллегами более подробно его обсудить, и я буду тоже вносить, так скажем, в виде предложения губернатору, где-то экспериментально в каких-то школах поставить и посмотреть. Ну а так вообще, конечно, есть интересные вещи, и есть интересные вещи от наших вузов, которые, я уверен, будут очень активно применяться в оборонном комплексе и в промышленном. То есть, в принципе, понятно, что, может быть, хотелось бы больше, чтобы было экспозиции, выставшим, потому что теория – это хорошо, но всегда интересно, когда можно все это увидеть вживую. Вот, но есть довольно интересные вещи. — Скажите, пожалуйста, выездите на аналогичные материалы, когда-то другие регионы, как разница в Нижегородском господинском развитии IT-технологии? — Не, ну, безусловно, Министерство связи принимает активное участие во всех практически региональных такого рода форумах, и Нижегородский форум является, наверное, одной из ключевых площадок, то есть, на которую, во-первых, собирается огромное количество участников, обсуждаются всегда интересные темы и вопросы, поэтому, безусловно, Министерство связи принимает участие в такого рода мероприятиях, потому что, ну, как я уже сказал, Нижегородский является на сегодняшний день одной из ключевых площадок. — Вы посмотрели нашу экспозицию, что-то запомнилось? — Да, запомнилось, очень понравился, например, инвестиционный портал, то есть видно, что регион работает, ну, скажем так, с использованием информационных технологий, точнее, использует информационные технологии не только, скажем так, для развития, допустим, тех же государственных услуг, но и для привлечения инвестиций, для развития экономических каких-то процессов, поэтому это, наверное, больше всего сентября не запомнилось. — Акстер, что такое IT-джем-2016? — Да, какой? 20-й раз расскажу. IT-джем — это, в принципе, традиционный наш форум информационных технологий, который мы проводим уже, там, 9-й раз в этом формате, 24-й раз вообще на Нижегородской ярмарке, и в этом году мы решили его провести немножко в импровизационной такой форме. Джем — это направление музыкальное, где участники пытаются импровизировать, создавать таким образом некие новые произведения. В этом году сама вся программа форума была импровизационной, потому что ее формировали участники, это были инициативы различных организаций, активных людей, общественных органов власти, и вот, на мой взгляд, программа получилась достаточно насыщенной и интересной, и даже, несмотря на то, что многие темы совпадают с традиционными темами, ну, это, наверное, просто потому, что они действительно актуальны и важны. Вот, как... Несмотря на то, что форум только начался, можно уже говорить о том, что он состоялся, состоится, как минимум потому, что интерес оказался даже выше, чем в прошлом году. Мы, если честно, прогнозировали, что у нас будет меньше участников, но по количеству зарегистрированных участников мы перешагнули даже цифры прошлого, очень успешного года, 2300 человек на момент начала. Это очень хорошая цифра, что позволяет нам оптимистично смотреть на предстоящие три дня работы. Есть ли по-настоящему инновационные проекты, как-то невозможно получиться в поддержку министерства? Вы знаете, все, наверное, проекты инновационные по определению в IT, потому что это всегда новые разработки, это всегда интеллект. Мы достаточно много времени потратили на стенде правительства, просто потому, что каждый орган власти, участник готов с интересом рассказывать, есть о чем рассказывать, о тех проектах, которые реализуются. Переходим на стенды коммерческих компаний, тоже показывают, пожалуйста, наши вузы, показывают про разработки, которые сегодня от науки уже переходят в практики, есть и конкретные внедрения в судостроительство, в частности. То, что касается моделирования, процессов, создания деталей, эти проекты сегодня показываются не как некие идеи перспективные, а как уже реализованные и внедряемые сегодня в промышленности. Поэтому форум по определению инновационный, и все проекты, которые в нем, тоже инновационные. Я уже сказал, 2300 человек на момент начала форума. Это посетители? Это зарегистрированных участников. Посетителей будет, конечно, значительно больше, потому что есть люди, которые без регистрации просто приходят, посещают. И посетители считаются немножко по-другому. То есть один и тот же человек может быть несколько раз посетителем, потому что он примет участие в разных предприятиях. Поэтому в прошлом году у нас количество посещений было около 7 тысяч. Мы посмотрим, что будет в этом. А расскажите, пожалуйста, про IT-проекты. Да, хорошо, конечно. В этом году мы запускаем новый проект. Это проект, связанный с попыткой вычислить, определить экспертно лучшие IT-проекты Нижегородской области. IT-проект года, итоги которого мы планируем подвести в сентябре на бизнес-саммите. То есть сегодня мы анонсируем этот проект. Его организатором является Министерство информационных технологий, группа компаний «ЛАД» и информационное агентство «Ньюс РОМ-24». Ну и еще ряд компаний, которые будут активно нам помогать в организационных вопросах. Экспертный совет – это представители правительства, это представители общественных организаций, общественного совета при министерстве, бизнес-организаций. Проект будет проходить под патронатом губернатора Нижегородской области. С 20 апреля начнется прием заявок на этот конкурс. Около десятка различных номинаций. Это IT-проекты в различных отраслях. IT-проекты в таких категориях, как среди школьников, среди студентов. Вся информация будет размещена, естественно, в интернете, на сайте. На площадке есть информационные буклеты. Я надеюсь, что это станет очередной традицией и обязательной частью нашего IT-форума. И одним из важных ежегодных событий IT-отрасли Нижегородской области.